Субтитры сделал DimaTorzok 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 Крис Коста показывал свое время Я еще в молодости, когда смотрел Discovery Там показывали как раз эту винтовку Она тогда еще являлась Масадой, естественно Сам Крис Коста ее представлял Когда он еще в Макпуле был Работал или числился И винтовка была одной из таких, возможно, прогрессивных В своем роде Но это то, о чем мы говорили в прошлом видео по Скару Можно сказать в некотором роде, что Скар явился неким прообразом этой винтовки По сути дела Все похоже сделано То есть Алюминиевый Аперс Компоновка, да? Да Ну, компоновка Хотя многие сейчас так делают Верх алюминиевый Низ полимерный Рукоятка несъемная В отличие от Карас Но, тем не менее, рукоятка здесь сразу макпульная Как мы можем видеть, да? Или макпулича Вот, поэтому хват Вылеты ему Вылеты в пластике Здесь даже в лаганке постался, что это макпул Поэтому я не соврал Это макпул и он просто одуренен Как ни крути, хват Не знаю, вот лично для меня Что на арках, что здесь В общем, когда эта винтовка конкурс То ли выиграла, то ли не прошла Ну, в общем, в результате конкурс эти аннулировали На вооружении остался М4, да? И ребята, которые делали эту винтовку Решили, что ее коммерческий успех как бы предрешен Потому что и организовали компанию Бушмастер, да? Которая стала производить эту винтовку под своим сети брендом Так и так Масада стала Бушмастером Они забрали ее себе Так Здесь вот видно Какие-то маркировки Можно посмотреть Возможно, кому-то маркировки Кто знаток Что-то подскажет Потому что нюансов много Да, регулируемый газблок Три положения Сейчас, надеюсь, видно Три положения Газблока Плюс можно разобрать Для быстрой чистки Его, по-моему, еще можно заблокировать Да? Ну, полностью 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 открыт До половины открыт И полностью закрыт Полностью закрыт Имеется в виду Не работает автоматически Да Да, именно так Вот опять же Как у Скара мы показывали Ну, понятное дело Штормак-пул Все дела Вот эти пироги В плане тюнинга В плане маркетинга Поэтому Куча сменных отражателей Бывает в продаже Есть накладки Даже на само окно Там меняется Очень много всего Ну и то, о чем мы говорили Кстати, целья есть отдельно Здесь из целья стоит алюминиевая Целья есть Просто пластиковая целья Вот И, кстати В самом конкурсе Там участвовали варианты Мне очень понравились Просто Варианты, скажем Разработок Похожая винтовка У того же Пула или Ремин Кто-то тогда еще В варианте был Пап Вот Ну, помимо всего прочего Вот на эту винтовку Там подствольники ставятся Куча навесов всякого И так далее И тому подобное И в отличие от Скара Это полностью амбидекстерная винтовка То есть у нее кнопки сброса С двух сторон Есть как справа Так и слева Сброса Затворной задержки И постановка На затворную задержку С двух сторон Ну, кроме окна выброса Тогда Да, да К сожалению Вот И что самое интересное Когда идет стрельба Из этой винтовки У нее рукоятка не двигается Вот здесь, если обратить внимание Есть такая защелка Как бы держит рукоятку Во время стрельбы Когда движется Само тело затворной рамы Рукоятка стоит на месте Ну, для того, чтобы Ее отстегнуть Вот сейчас она пристегнута Немного она нажимается Выходит из зацепления Этот зуб И можно Взвести затвор Собственно Рукоятку мы Сейчас она взяла Кстати Почему она назад не возвращается С затвором Вот Как попробовать затвор Работает или нет Перевели? Не, я имел ввиду Что Чтобы он зацепился А сам затвор подвели Ладно Покажу С левой стороны сначала Сброс Затвора Раз То же самое С правой стороны То же самое Если нет магазина Можно попробовать Ввести затвор И поставить На затворную задержку Кнопка немного подпружинена Поэтому Варианты есть Даже когда становится На затворную задержку Некоторые стрелки Все равно Дорабатывают Немного рукоятка Раз И пошел сброс Ну Переключатель режима огня Предохранитель Режима огняского Просто предохранитель здесь В гражданской версии Тоже двухсторонний Пластиковый У СМ По-моему Как и у Скара Полностью копия Арчного То есть Может быть Взаимозаменяем Единственное Как мы видим Здесь нет никаких пинов снаружи Здесь механизм В специальной колодке находится Он просто ставится В сам ловер Как видите Ловер полимерный Газовый Забирающий Запись Да Газовый регулятор Снимается Для чистки Обслуживания Там можно этот самый Толкатель вытащить Ну да А тут для этого Виндок Да По внешнему виду Еще Приклад Приклад тоже здесь Зарымлен По умолчанию Для гражданской версии Для нашей страны Для того чтобы Разложить Приклад сам Нужно Нажать Две кнопочки И нажать И тащить Подержите Пожалуйста Я буду тащить Вот так Таким образом То есть С двух сторон кнопки Нажимаются И можно Двигать Регулировать длину Да Для регулировки Подщечника Нет кнопки Как у Скара Здесь нужно Просто сдвинуть Чуть назад Подщечник Поднять И поставить Опять В переднее положение Сейчас мы посмотрим На всю длину Будет ли как у Скара Неудобно Да Немного конечно Выступ Ну конструктив Все особенности Тоже Ну лично я Опять же скажу Я даже на арке У меня Я стараюсь У меня Приклад В максимально Задвинутом положении Я хотел Некоторые Ставить Вот здесь Переходники Скажем Где стоит Приклад Я постарался Все убрать Чтобы у меня По минимуму Была просто гайка И приклад Максимально Был сдвинут вперед Я не люблю Длинный приклад Приклад Хотя для Для стрельбы Из С оптикой Это Не совсем правильно Потому что Нужно определенное Расстояние Совсем неправильно Да Для оптики Нужно Очень тщательно С коллиматором Красота Вообще Она полностью Схожа На приклад Мачные приклады Которые используются Для винтовок Высокоточные Ну условно Потому что полуавтомат Для винтовок Которые называют Класса Максим Для них используются Специальные приклады Для них Шаг Хода Приклада Слишком Не точно То есть Там нужно Либо фиксированные Приклады С рядом Регулировок Либо Приклады С очень Планным Длинным Регулировок Да Как-то так Значит По поводу Тех же Тактических Свойств Данного Карабина Не будем говорить Штурмовая винтовка В гражданской версии Карабин Петля для Крюка Ремня Хоть и присутствует Но в основном Здесь Порты Или адаптеры Для Квиктэч То есть Быстросъемных Антабок Ремни того же Макпула Понятное дело Что это Чисто Маркетинг Ну Это Одноточка Имелось Да Там обычно Идет Крюк Это Корабинчик Больше Наверное С Таким Заточкой На Тех же Марпехов И дальше Которые Таскают Одноточкой Обычай Надеюсь Что я правильно Работаю Всякие Марпехи Бывают Ну Вернее Марпехи Одни Просто Предпочтение У них Разное Попробуем Немножко Открыть Здесь Как видите Два Пина Есть Нижний Пока Трогать Не надо Где Я Бил Толкательный Элемент Достаем Пин И Винтовка Открывается Скажем Так По Арочному По Арочному Типу Талкиваем Другой Пин Ого Этот Тугой Наверное Не часто Его Вытягивают Я думаю Нервов Не достает Сейчас Секунду Не достану К сожалению Тогда Будем Попробовать Оплатывать Второй пин Нужен Второй пин Чтобы Приклад Снимается Пин И Снимается Приклад С бафером Здесь Кстати Бафер Куда Ударяется Затворная Рама Которая Бегает Сейчас Попробую Немножко Достать Полностью Доставать Не буду Потому что Не могу Снять Рукоятку Здесь Надо Чем-то Тонким Нажать Ничего Тонкого Не нашел Надеюсь Будет Видно Само тело Затворной Рамы Внутри Личина Затвора Поворотная Там Все Как обычно Со своим Копирным Щифтом Вела Тружина Здесь Стоит На Направляющей Которая Вставлена Там В раму То есть Это Когда все Выходит Оно Разбирается Потом Естественно В данном Случа Нет Ну и То Что я Говорил Стоит УСМ В своей Колодке Отдельно Да Свой корпус Металлический Алюминиевый Скорее всего И стальной Вот Переводчик Огня Предохранителя Опять Переводчик Огня Ну и То Что я Говорил По поводу По поводу Того самого Курок Как Обычной Арки Видим Там Шактала Как Обычной Арки Это Рычаг Затворной Задержки То есть Вот Мы Можем Поднять Его И Сюда Выпирается Затвор Ну Или Когда Магазин Отрабатывает Сейчас Попытаюсь Продемонстрировать Вот Он Поднял Затворную Задержку Вот Как Работает Сбросник В двух Сторон Так Ну что В принципе Приклад По Внутрянке Все Что Можно Было Что Удалось Показать Передня Сейчас Затвор Личина Затвора Да Приклад Бесприклад Забрал Спасибо Рукоятку Что Передний Сейчас Поставим Сейчас Соберу Собираем И Пин Здесь Кстати Легко Идет Рукоятка Как мы Видим Может быть Переставлена На Любую Сторону В смысле На Слева Или Права Стоять Здесь Просто Нужно Нажать Каким-то Тонким Элементом Рукоятка Вытягивается Вставляется С другой Стороны И Соответственно Она Сама Фиксируется Фиксатор Самой Рукоятки В переднем Положении Вот я Показываю При нажатии Он снимается Для того Чтобы Высвободить Рукоятку И при возвращении Он защелкивается Автоматически Вот В принципе Все Что Можно Сказать По По Этой Очень Интересной Рубайке Хотел Сказать По Охотничьему Карабину В данном Случа Для Нашего Рынка Но Тем не менее Я считаю Ну Это Лично Мое Мнение Конечно Если бы не его цена Я бы Наверное Себе Его Подарил Естественно Если ставить Магазин От Махпуль Будет Красиво С прицельными Махпульными Но В данном Случае Это Показана Конфигурация Которая Продается В магазине Сафари Город Днепр На этом Все ребята Спасибо за Внимание Ставим пальцы Подписываемся На канал Делимся Ссылками Всем удачи Пока И до новых встречи Счастливо Я на ночь буду смотреть Я чуть не уснул Чуть не уснул Все Копайте люк Сразу видно Что кому-то Тема Майряк И похоже Мне очень интересно Нет Как кому интересно Кому не интересно Сидит Спит Тема реально Классная Но два раза Зевнулась Прямо в камеру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому